Привет, друзья! Сегодня будем гулять по северо-западу Москвы, по двум зеленым уголкам. Один находится вот здесь вот. Это знакомый нам уже Щукинский лесопарк. Вот он перед нами. Мы уже гуляли по нему, но гуляли как бы с двух сторон. Он представляет собой такой треугольник. Ну и с двух сторон мы гуляли вот по этой самой Щукинской улице, по которой мы сейчас идем, по улице Маршала Васильевского. А сегодня будем гулять вот по этой улице, улице Академика Курчатова. Вот она перед нами. Это Центр медицины катастроф. Вот за этим забором находится, защита называется. Ну и, собственно, оказывает помощь пострадавшим в очень тяжелых ситуациях. Вот мы идем как раз по этому Щукинскому лесопарку. Видите, уже тут он весь в желтой листве. Когда мы гуляли в предыдущие разы, еще все было зеленое. Ну а теперь, вот уже видите, увядание природы происходит на наших глазах. И вот весь парк, или лучше сказать лесопарк, он заполнен вот этой вот желтой листвой. И уже, видите, просвечивает сильно. Вот много уже листьев и все туда видно в глубине. Вот. И сейчас мы идем вот этот участок, улица Академика Курчатова. Как раз вот от Щукинской улицы, вот она перпендикулярно проходит. И идем мы к площади Академика Курчатова. Ну и, собственно, к улице Маршала Василевского, где мы закончили одну из наших прогулок по этому Щукинскому лесопарку. Вот он, центр медицинских катастроф. Но здесь довольно много вообще медицинских учреждений. И на Щукинской улице мы видели там противотуберкулезный диспансер. И санитарно берет там санитарно-эпидемиологические экспертизы. То есть, ну, вообще, так сказать, организация связанная с санитарной сердиологией в целом. То есть, с изучением там пострадавших при радиационных ожогах, при лучевой болезни. Ну и, соответственно, еще там также и находится терапевтический корпус больницы ФСБ. Тоже лечебный, да? Вот, так что, вот. А здесь находится у нас, как я уже сказал, Центр медицины катастроф. Ну, там детский сад, а дальше медицинский колледж находится. Тоже медицинская организация. Ну и за ней уже вот туда подальше находится хирургический корпус военного госпиталя ФСБ. Вот, так что очень много здесь, конечно, медицинских организаций. Ну, это вполне понятно, потому что действительно здесь, в общем, такой здоровый воздух. Здоровые места, видите, лесопарк. Так что, конечно, довольно благоприятная среда для лечения больных. И вообще, в общем-то, все, что связано с медициной. Так что, вот, идя здесь, вот у нас здесь Сосновая улица. Вот, отходит, который соединяет Пехотную улицу. И вот эту вот улицу Академика Курчатова. Ну, там остался Центр медицины катастроф. Здесь вот можно погулять, в принципе. Вот, войти туда вглубь. Давайте, может быть, мы действительно отойдем. Ну, там медицинский колледж, видите, пятиэтажное здание. Может быть, и вправду мы тоже тогда углубимся, чтобы действительно посмотреть не столько проезжую часть, сколько сам лесопарк. Вот, видите, все в листве, прям под ногами. Ну, и тут такой грунтовой дорожки. Вот, много разных деревьев, березы, липы, осины. Вот. Ну, хвойных здесь не так много. В основном, лиственные породы преобладают. Хвойные есть, конечно, встречаются лиственницы, сосны даже иногда, но их немного. Ну, вот сосна, например, даже еще он состоит. Мол, две сосны. Ну, есть, есть. Видите, такие есть открытые участки небольшие, как бы такие полянки. Вот. Ну, в основном, конечно, это действительно настоящий лесопарк. Как я уже говорил, это, этот лесопарк, он был когда-то, в принципе, еще до освоения его человеком. Вот. Особенно интенсивно здесь застройка проходила уже после 60-го года, то есть после того, как эта территория вошла в состав Москвы. А до 60-го года здесь был Подмосковье. Ну, и, конечно, в основном все было в лесу. Так вот, здесь был большой лес, назывался он Большая Всехсвятская роща. Ну, и, по сути, даже это была не роща, а целый такой большой лесной массив, который шел от села Всехсвятского. Ну, собственно, поэтому отсюда и название. Видите, коряги какие. И деревья здесь, конечно, великаны большие. Многим и более сотни лет. Вот. И, соответственно, вот этот участок шел от села Всехсвятского, там на Соколе большое село находилось. И вот там, в принципе, вплоть до Москвы реки, здесь, в сравнении Щукино, туда дальше, вот, хорошо, у Мневники. Это в целом такой большой был лесной массив. Ну, вот. А теперь, в общем-то, от этого большого массива остались кусочки, в которых мы уже, ну, практически все мы уже обошли, погуляли. Ну, вот. Сегодня, наверное, даже, может, последняя прогулка будет по таким вот именно участкам лесопарка Покровская-Стрешнева. Ну, это тоже, как бы, один из участков, хотя он называет Щукинский лесопарк. Ну, по сути дела, да, это один из участков большого массива, большой Всехсвятской рощи, лесопарка Покровская-Стрешнева, ну, как угодно. Единственное, мы еще не были, собственно, в самом историческом парке Покровской-Стрешнева, там, где вот усадьба была Покровская-Стрешнева. Покровского, эти самые, Глебовых-Стрешневых-Шаховских. Ну, я думаю, что уже в следующем году уже, наверное, сходим, потому что в этом все уже заканчивается. Увидание, так что. Вот там детская площадка, причем такая довольно большая площадка. Давайте подойдем, посмотрим поближе. Вот. Ну, здесь, конечно, не везде дорожки, можно, в принципе, просто ходить здесь около деревьев, не страшно. Ну, лесопарк, он просвечивающий, здесь довольно много дорожек, так что заблудиться здесь, в общем-то, ну, мне кажется, невозможно. Просто невозможно. Это надо как-то очень постараться, чтобы здесь заблудиться. Все-таки слишком небольшая территория, и довольно сильно все просвечивает. Там уже он видит на улице Маршала Василевского, с той стороны. Вот она, видите, детская площадка, довольно большая, в этом лесопарке. Ну, и вот это ужасная такая асфальтированная дорога, одна из центральных аллей, где любит тоже народ гулять. Ну, детская площадка, она фактически уже, как бы, говорит о том, что это не просто лес, а именно лесопарк. Да, то есть, это, как бы, один из атрибутов все-таки именно паркового хозяйства, скажем так. Ну, вот видите, какая беседка красивая для отдыха, видите. Ну, и, соответственно, там у нас дети играют. Вот, видите, какие тут прям действительно роща целая, прям дорога. Прям между деревьями, да, может быть. Какой-то остаток старой дороги, еще раньше здесь был. Вот. Ну, и, собственно, вот, видите, детская площадка. Все, вот это центральная аллея. Вот, и все, собственно. Детская площадка. Ну, что ж, идем мы к площади Академика Курчатово. Тут тоже, да, далее, поэтому вполне возможно, здесь какая-то старая дорога проходила. То есть, она прям, вот, практически соединяет Курчатово и Василевского. Вот. Деревья, конечно, здесь очень большие. Вот, ну, так есть скамеечки, так что, в общем-то, можно посидеть, не проблем. Вот. Вот, одна из скамеек. В общем, скамейки деревянные, так что сидеть на них довольно удобно. Ну, там улица Академика Курчатова у нас осталась, да, и как раз вот там вот отделение военного госпиталя ФСБ. Такое, тоже советских времен все это. Ну, тогда КГБ, конечно, было понятно. Ну, суть-то не меняется. Вот, видите, даже пересекаются две асфальтированные дорожки. Вот это, как бы такая центральная лесопарковая дорожка. И вот, перпендикулярно идет. Еще одна. Вот. Ну, так, в принципе, народ-то есть в парке, гуляет. Ну, дождя нету, погода сегодня очень хорошая в Москве. Довольно тепло и без дождя. Ну, по крайней мере, пока. Так что, конечно, это весьма и весьма благоприятно. В любом случае, всегда можно выйти здесь вот на проезжую часть непосредственно. Ну, вот это, по-моему, общественный туалет. Я не знаю, работает он или нет сейчас. Можно даже посмотреть ради интереса. А, скамейчик тоже. Видите, какое капитальное сооружение. М, а там Ж, наверное, да? Так, ну, как бы так. Что-то написано. Что-то написано. Только. А, закрыт. А, ну, по техническим причинам. Понятно. То есть, в принципе, он должен работать с 8 до 8. Но он закрыт именно по техническим причинам. Как у нас обычно бывает. Вон, кормушка для птиц. Здесь, кстати, белок довольно много в этом лесопарке. Вот. Так что, так вот. Тоже некоторые подкармливают. Я много раз видел. Там, вон, первый пехотный переулок. И как раз вот между первым пехотным, пехотной улицей, и вот как раз этой улицы Академика Урчатова, как раз и находится вот это вот хирургическое отделение, хирургический корпус вот этого госпиталя ФСБ. Какие коряги, видите, большие. Ну, это, конечно, чисто такой прогулочный парк. Никаких тут увеселений, развлечений нету. То есть, чисто вот так вот погулять. Ну, единственное, как говорится, только вот детская площадка. Это пожалуйста. И все. Все. И мы, по сути дела, уже подходим к концу. Лесопарк не очень большой. И вот уже там находится площадь Академика Урчатова, где мы уже с вами бывали, смотрели там все, в общем-то. Обновленную площадь, потому что ее постоянно обновляют. Она находится напротив института Урчатова. Раньше была атомная энергия, сейчас научно-исследовательский центр. Вот, Курчатовский научный центр, да? Здесь такие, есть открытые уголки, встречается как бы такая обычная растительность. Кое-где среди леса. Все. И вот мы выходим на площадь Академика Урчатова, где соединяются четыре улицы. Вот это улица Маршала Василевского, где мы с вами уже гуляли. Вот сюда доходили как раз. Вот. И сейчас мы прошли по улице Академика Урчатова вдоль. Вот это еще одна сторона, да? Ну, а по ту сторону площадь, там соединяется улица Маршала Бирюзова. И она туда ведет к метро Октябрьское поле и улица Максимова. Она идет до Живописной. Вот. Или до Бирзарина она идет. Ну, там почти рядом Живописной. Все. Собственно, вот мы замкнули вот этот вот треугольник, который представляет из себя этот парк. И вон она площадь Академика Урчатова. Все. Это улица Маршала Василевского. Вот. Здесь был раньше кинотеатр Восток. Сейчас не работает уже. Все. Собственно говоря, все.